По уточненной информации дальневосточного УГМС, со смещением южного циклона 1 декабря в южных районах края Бикинский, Вяземский и район имени Лозо, днём 1 декабря и 2 декабря на востоке центральных и северных районов Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Амурский, Солнечный, Советско-Гаванский, Ванинский, Ульчский и Николаевский район, ожидается сильный снег, местами очень сильный, местами метель. Усиление ветра прогнозируется от 18 до 23 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. В краевом центре 1 декабря ожидается сильный снег, метель, ветер северо-восточный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 18-23 метров. На дорогах края гололедные явления, снежный накат, заносы. По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погодных условий повышаются риски нарушений на объектах энергоснабжения. Могут возникнуть аварийные ситуации, связанные с усилением ветра, отключением источников энергоснабжения, перехлёстом и обрывом проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ. В связи со сложной обстановкой на дорогах и гололедными явлениями прогнозируется ухудшение транспортного сообщения, в частности ограничения в движении междугородного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, краевого и местного значения. Повышается вероятность увеличения количества ДТП, затруднений в движении большегрузной техники. Также сложные метеоусловия могут привести к нарушениям в движении авиатранспорта, работы паромной переправы Ванина-Холмс, волнение моря и усиление ветра может привести к возникновению аварийных ситуаций при судоходстве. В населённых пунктах и за их пределами усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабо укреплённых широкоформатных ветхих рекламных конструкций и старых деревьев, вследствие чего возможны повреждения, обрывы лэп, а также повреждения автотранспорта. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю в связи с прохождением циклона и выпадением осадков настоятельно рекомендует жителям региона соблюдать правила личной безопасности. Следует правильно выбирать обувь без высокого каблука на рифлённой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движение и затруднять обзор. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку заострёнными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения. Водителям транспортных средств рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, подготовить автомобили к эксплуатации в зимний период, по возможности воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывая при этом интенсивность движения и природные условия. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, не ходите вблизи домов широкоформатных конструкций, закрепите слабо укреплённые конструкции на своих подворьях, балконах, надворных постройках. Их разрушение может привести к травмам. Рыбакам, охотникам, отдыхающим следует воздержаться от выхода в лес или на водные объекты, туристическим группам отказаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населённых пунктах до окончания действия циклона. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. И помните, правильные и грамотные действия помогут вам сохранить жизнь, здоровье и имущество. Напоминаем, телефоны пожарно-спасательная служба 101, единый номер вызова экстренных служб 112.